Синдонит 27 мая Святая Церковь чтит память преподобного Серепиона Синдонита. Преподобный Серепион жил в IV веке в Египте и был назван Синдонитом, потому что в любую погоду носил лишь грубую льняную тонику, называемую Синдоном. В самой юности Серепион жил, как птица небесная, ничем не обладая, не имея постоянного пристанища и порой по несколько дней ничего не вкушая. Как-то нищему, дрожавшему от холода, он отдал и свой Синдон, оставшись полуногим. Молва о бескорыстии Серепиона распространялась среди людей. Он был живым примером евангельского совершенства. Один философ, желая проверить нестяжательность преподобного, дал ему золотую монету и стал наблюдать за ним. Святой пошел к хлебному торговцу, взял у него один хлеб, отдал торговцу золотую монету и удалился, не придавая значения стоимости монеты. Святой Серепион особым путем многих приводил на путь спасения. Однажды он продал себя в рабство греческому актеру, которого хотел обратить ко Христу. Актер, пораженный примером святой жизни праведника, уверовал и крестился вместе со всей семьей. Он умолял святого Серепиона оставаться с ним уже не рабом, а наставником и другом, но преподобный удалился и взял предложенных ему денег. Отправляясь в Рим, святой Серепион сел на корабль, но ничего не заплатил корабельщикам. Вначале они стали укорять его за это, но, заметив, что старец уже пятый день ничего не ест, стали питать его ради Бога и, тем самым, исполнили заповедь Господнюю. В Риме преподобный продолжал странствовать, переходя из дома в дом, не имея ничего, собирая лишь богатства духовные для себя и для ближних своих. Святой Серепион совершил много чудес, которые свидетельствовали о его внутреннем покоде и состадательной любви грешникам. Скончался при обудобной возрасте семидесяти лет. Жизнь святого Серепиона – это удивительный пример жизни по Евангелию. Это буквальное исполнение слов Христа, сказанных в Нагорной проповеди. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Слоните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» В этих словах выражена мысль о том, что доверяющий Господу, отдающий в Его руки свою жизнь, получает от Бога всеобемлющую заботу. Ему не нужно ни о чем больше беспокоиться, Господь Сам обо всем позаботится. Главное – своей жизнью стремиться угодить Богу. Именно так и жил преподобный Серепион. Господь даровал человеку величайшее чудо – жизнь. Неужели Бог, давший большую жизнь, не позаботится о том, чтобы человек имел и меньшее – пищу, необходимую для жизни, одежду и прочее. Такая отеческая забота распространяется на всех, кто воспринимает Бога как своего Творца, и осознанно и усердно служит Ему совершением добрых дел и соблюдением закона Божьего. Да поможет нам Господь молитвами преподобного Серепиона жить по Евангелию и доверять Богу как своему Спасителю и Творцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова